Еще раз тогда всем привет. Спасибо, что присоединились. Сегодня мы поговорим о технологиях для улучшения экологии окружающей среды. На самом деле это достаточно очень широкая тема, но этот вебинар, он как бы открывает дверь в следующий месяц июль, потому что тема месяца в теплице — это как раз экологические сервисы, приложения и так далее, и как технологии помогают решать проблемы вот именно в этой сфере. И в том числе у нас будет мероприятие, это будет хакатон в Барнауле, который будет посвящен экологии. Соответственно, об этом я тоже расскажу. Вот. Поэтому это такая как бы вводная тема. И далее мы будем публиковать достаточно много информации об этом. В общем, поехали дальше. Сейчас я быстренько стандартные вещи скажу для тех, кто смотрит записи. Если кто-то не знает, кто мы такие или кто я такой, вот, сейчас я вкратце расскажу. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь ивент-редактором мероприятий теплицы, и в то же время я веду вот такие вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то замечания, вопросы, предложения, как я всегда говорил, вот есть мейл, обязательно пишите мне напрямую, я с удовольствием там посмотрю, что можно сделать. То есть совершенно стесняться не нужно. Также какие-то предложения там, возможно, у вас есть какие-то интересные сервисы, которые можно описать, или о которых можно рассказать, или у вас есть какая-то идея, тоже пишите, будет полезно. Дальше. И опять же, если по какой-то причине вы еще не знаете, кто мы такие, вкратце, значит, мы являемся, по сути, образовательным проектом, который связывает два сектора. С одной стороны, это не коммерческие секторы, то есть это люди, организации, активисты, кто занимается общественно важными проблемами и задачами, которые делают классный проект, полезные. Но у них, например, не хватает знаний в технологической сфере, то есть, например, они не программисты, они не дизайнеры, они не могут что-то сделать. Вот, соответственно, мы их совмещаем с теми, кто это знает. То есть это айтишники, разработчики и так далее. И мы делаем это совершенно по-разному. Мы делаем мероприятия, метапы, хакатоны, воркшопы, пишем очень много информации на нашем сайте. Поэтому заходите, читайте. Буквально недавно он обновился, значит, сайт te-st.ru, и в социальных сетях мы везде типа и cst. То есть реально во всех социальных сетях мы именно так звучим. Поэтому найти очень просто. И про мероприятия, опять же, все, когда спрашивают про записи вебинаров, например, вы можете их найти вот во вкладке мероприятия, слэш-отчеты. То есть есть там анонсы отчеты, можно посмотреть, вот, и просто выбрать надо вебинары. Соответственно, мы проводим два вебинара в месяц. Их уже достаточно много накопилось, то есть много чего интересного уже рассказывалось. Также какие-то простые обзорные вещи были, были приглашенные спикеры. То есть вы, думаю, найдете много чего интересного для себя, если посмотрите. И быстренько дальше. Пара слов о вебинарах на YouTube. У нас есть, естественно, плейлист. Сейчас уже там 42 вебинара. Вы можете посмотреть, опять же, что-то полезное для себя. И там порекомендовать, например, своим друзьям, это тоже полезно. И вот что такое видеоуроки или скринкасты, опять же, сейчас уже там более ста их. Вы можете посмотреть, там, есть разные темы совершенно, то есть это безопасность, дизайн и так далее. То есть вообще, как пользоваться каким-то онлайн-сервисом, например, или как-то сделать какую-то там задачу. Как ее решить? То есть можно это использовать как для себя в своих целях, там, личных, так и для, там, например, своей организации. То есть, например, вы можете найти что-то интересное и попытаться это внедрить в себя. Так как, например, я пытаюсь рассказать это достаточно простым языком, вы можете, там, видеть, что... То есть если, например, я смог разобраться, то, в принципе, вы тоже сможете. То есть это не обязательно иметь какие-то экстразнания. Сейчас это достаточно все просто, и вы можете попытаться это делать самостоятельно. То есть одна из, как бы, линий, которую мы пропагандируем, по сути, это, то есть сделай это сам, да, DIY. Технология, когда мы стараемся показать, что очень важно, чтобы люди стремились делать самостоятельно что-то. Там, допустим, сайт, может быть, даже если он простенький дизайн и так далее, чтобы просто не зависеть от кого-то другого. Ну и буду выдавать подробности, это немножко другая тема. Окей, двигаемся дальше. И сегодня у нас тема про технологии, про окружающую среду и про всякие проблемы экологические. На самом деле, это действительно очень большая тема. Мне хотелось бы, как бы, вот войти в эту тему с одной такой стороны, достаточно, ну, как бы, тоже очень простой. То есть вот фотография здесь недаром она вот такая, потому что, мне кажется, и ей я хотел бы сказать вот все, что, в принципе, можно воспринимать вот именно технологии и окружающую среду, да. То есть вы видите, что тут, например, человек держит телефон и фотографирует. По сути, да, это приложение как бы фото, да. То есть и мой главный посол был таким, что на самом-то деле наши смартфоны, устройства сейчас позволяют не только фотографировать окружающую среду, но и помогать ей. То есть на самом деле у нас у каждого в кармане есть инструмент, с помощью которого мы можем улучшить окружающую среду. Просто об этом мало кто знает. Поэтому надеюсь, что вот, конечно, фотографировать мы будем продолжать окружающую среду, там, природу, все, что нас окружает. И там, там, наше поколение, там, наши дети, они все еще будут видеть зеленые леса. Но, тем не менее, нужно обратить внимание на то, что уже сейчас можно использовать что-то, чтобы сделать ситуацию и улучшить ее. Поэтому мы можем не только фотографировать, да, но мы можем сделать что-то лучшее, внести какой-то свой вклад. И вот, собственно, как это сделать. Здесь, вот на этом слайде, я долго думал, как это написать. Мне кажется, это тоже очень сильно отражает ситуацию. То есть понятно, что существуют различные, как бы, направления экологических проблем сейчас, да. То есть их действительно очень много, но вот как они соотносятся с каждым из нас, и как они взаимодействуют, вот как мы это прочувствуем, да, на себе, очень сложно сказать. То есть нам кажется, что, на самом деле, это никак не наступает. Например, там, разрушение озонного слоя или что-то еще такое глобальное, да, мы думаем, что это нас не затрагивает. А что нас затрагивает конкретно, это уже нам ближе. Поэтому поговорим, например, о загрязнении воздуха, загрязнении, допустим, воды и, например, перенасыщение, слишком большое количество отходов, переработка и так далее. Вот эта вся тема, она, конечно, намного ближе нам, чем что-то другое, но, тем не менее, это, опять же, только часть. Вот есть такое, назовем это, такое правило, да, в мире, в принципе, которое звучит как reduce, reuse и recycle. И вот, в принципе, этим правилом можно описать вот то отношение, которое должно быть к окружающей среде. То есть, опять же, я не занимаюсь экологическими, там, вопросами и так далее. Я тоже, как обычный пользователь, просто вот посмотрел и пытаюсь для себя, опять же, через себя показать свои отношения и донести его вам. То есть, например, если мы берем перепотребление и, например, большое количество отходов, то вот это правило, оно нам говорит о том, что, по сути, нужно сокращать то, что мы потребляем, опять же, да, и по возможности, например, опять же, сокращать количество мусора, которое мы производим. Каждый из нас производит достаточно большое количество мусора. То есть, мы покупаем какую-то продукцию, выбрасываем потом там бутылки и так далее, и действительно, это очень много. Поэтому, в первую очередь, конечно, для того, чтобы решить эту проблему, можно задуматься о том, чтобы просто сократить количество мусора. То есть, просто его меньше создавать. Тогда, наверное, его будет нужно меньше перерабатывать. В принципе, это банально просто, но как бы об этом мало кто думает. Второй пункт — это reuse, то есть переиспользование или вторичное использование. Это когда мы, например, имеем мусор, да, и мы его стараемся переработать во что-то еще и использовать дальше. То есть, здесь как раз это все, что связано, например, с упаковками, с пластиковыми бутылками и так далее. Это то, что действительно нам очень близко, и мы используем каждый день. Соответственно, то есть, если вы, например, собираетесь покупать какие-то там напитки, продукты и так далее, и, в принципе, вы уже заранее должны знать это правило, да, и понимать, что, например, покупая в определенной какой-то упаковке, например, там сок или воду, вы должны понимать, что вы можете сдать на переработку упаковку. То есть, уже заранее нужно думать о том, что упаковка будет переработана или нет. И стараться не покупать, соответственно, те вещи, которые требуют, ну, то есть нельзя переработать и так далее. И третий – это вот именно переработка. То есть, когда мы из чего-то одного, да, делаем что-то другое. И вот это более сложный процесс, но тем не менее. То есть, и вот, зная вот это правило, в принципе, заведомо вы уже, заведомо для себя, вы можете уже как-то немножко изменять свой стиль жизни. И вот для этого нужно что? Чтобы, например, вам что-то помогало. Например, может быть какое-то, опять же, мобильное приложение. Дальше мы немножко посмотрим о том, какие существуют. И, в принципе, это то же самое, наверное, можно сравнить с тем, как, я не знаю, там, какие-то новые привычки вырабатывать. Я имею в виду, если вы раньше, например, не сдавали на переработку что-то. Или, например, там, использовали полиэтиленовый пакет в магазинах вместо, там, бумажных и так далее. То есть, достаточно много изменений можно сделать. И, в принципе, сейчас это достаточно уже намного проще, чем это было раньше. Просто вот это правило, мне кажется, оно вот, наверное, одно из самых главных, в принципе, может быть, для тех, кто начинает постепенно-постепенно пытаться как-то изменить мир вокруг себя с помощью вот, как бы, того, что он сам потребляет, производит и так далее. Двигаемся дальше. И здесь мне хотелось бы в двух словах сказать о таком понятии, как хакеры. Все мы знаем, да, что, как бы, есть понятие хакеры. В общем, значение, оно ничего плохого не несет. На самом деле, это, по сути, люди, которые хотят разобраться в системе и понять, как она вообще работает, и, может быть, где-то взломать систему и сделать немножко лучше, да. И, по сути, это такое, что-то горизонтальные связи между людьми, когда общество пытается самостоятельно что-то изменить. Так вот, в принципе, это можно также перенести на экологию. У нас на сайте Теплицы есть такая статья, кто такие хакеры. И просто я оттуда взял пару слов о том, чтобы было понятно, о чем речь. То есть, так как у нас сейчас существует интернет, и это очень круто на самом деле, теперь, благодаря нему, по сути, выросла скорость неформальных коммуникаций между людьми. То есть, раньше это было намного все сложнее. Сейчас можно объединяться в какие-то сообщества, которые занимаются активными вещами и пытаются что-то сделать. И поэтому вот коммуникация среди активных граждан и членов профессиональных сообществ, она становится намного быстрее, намного. И, с одной стороны, когда это вначале ушло в онлайн, то есть, это было только в онлайн, теперь это, опять же, переходит в том числе и в оффлайн, да, когда мы имеем не только онлайн-сообщество, но и оффлайн, когда можно уже где-то встретиться и что-то сделать. И возникают вот такие вот, как бы, физические пространства, как, например, антикафе, фаблабы, всякие каворкинги, хакспейсы и так далее, где люди встречаются, обмениваются идеями, пытаются что-то сделать вместе, вот. И в том числе, например, хакатоны, которые проводятся, да, там разные технологические хакатоны, наши хакатоны, которые мы проводим, это, по сути, еще одна возможность встретить, как бы, таких же активных граждан, как и вы, и сделать что-то вместе новое. Вот это была небольшая подводка к тому, что, в принципе, участие в хакатонах – это тоже очень круто. И, опять же, резюмируя, просто очень важно понять, что сейчас достаточно с помощью интернета, с помощью технологий мы можем делать изменения, да, самостоятельно. Нам не нужно ждать, что сделает это кто-то за нас, как раньше, да, потому что, например, у нас нет каких-то полномочий, прав, возможностей. Сейчас это появилось, и каждый может внести свой вклад. Да, это была такая небольшая подводка к хакатону, и просто хотелось, как бы, как это работает все. Во-первых, 9 и 10 июля, да, у нас в Барнауле будет хакатон, как раз посвященный экологическим темам и созданию проектов, которые направлены на решение экологических проблем, и регистрация, в принципе, открытой, и почему это может быть интересно. Хакатон называется «Зеленые дни Алтая», он длится два дня, и там соберутся программисты, дизайнеры, активисты, жители города, НКО, все люди, которым было бы интересно, например, поработать над проектами, которые бы помогали бы решать определенные проблемы, да. И лучший проект по мини-нджюри получит 70 тысяч на разработку, то есть некое такое небольшое финансирование, и, во-первых, будет онлайн-трансляция, то есть если вы находитесь где-то в других городах, вы тоже можете посмотреть это, поучаствовать. И вообще, чтобы понять, что такое хакатон и как они работают, особенно наши, вы можете посмотреть, вот есть ссылка, это ссылка на вебинар, опять же, там я более подробно рассказываю, какие есть возможности и как и что это делать. То есть, опять же, к вопросу о том, что если у вас есть какая-то некая идея, да, или вы думаете о том, как вот свой вклад внести в борьбу, например, с какими-то экологическими проблемами или просто улучшить как бы мир вокруг себя, в первую очередь, конечно, вы можете не только использовать какие-то приложения и сервисы, но и также объединяться в сообщество с людьми, которым это даже не безразлично, и, опять же, один в наших хакатонах. Так, меня слышно? Раз, два, три, просто что-то обрывалось. Окей. Угу. Так, что-то тут улыбается. Да, и про хакатон он начал говорить на самом деле не просто так, потому что те проекты, которые подаются и которые реализуются на них, это действительно достаточно интересные вещи, и, по сути, люди часто приходят просто с какими-то идеями, и потом они могут найти команду и реализовать что-то. И просто вот для того, чтобы просто более проникнуть в тему и посмотреть вообще, какие же проекты экологические делают люди, то есть вообще какие существуют, да, какие делают люди, можно посмотреть отчет, который есть вот на нашем сайте. Это хакатон был в Иркутске в прошлом году, в 2015. И оттуда, на самом деле, вышло достаточно много, ну, не много, несколько интересных проектов. Вот, например, один из них – это сенсор-лог. Это некое устройство, которое подключается к телефону, то есть это на базе Ардуино. Вы собираете такую штуку, просто тут она выглядит, конечно, как бомба, но на самом деле это просто такой прототип, то есть, но он рабочий. Понятно, что его можно доработать, и вот ребята, по-моему, уже доработали. Это, насколько я помню, из NextGIS. Звук, звук, звук. Есть ли звук? Кто-нибудь, если меня слышит, напишите, пожалуйста, а то гость написал, что звука нет. Да, я слышал. Окей, значит, просто гость пропал. Вот, и просто хотел рассказать об одном из этих проектов, которые просто ребята взяли и сделали такой вот сенсор, который измеряет уровень загрязненности воздуха в городе, и они просто вот собрали такую коробочку, потом прошли по городу, и вот сверху вы видите этот график, который показывает загрязненность, да. То есть, по сути, каждый человек, житель города, сам может измерять, например, загрязненность воздуха и строить вот это вот на карте. И, например, через какое-то время, если таких людей в городе, допустим, будет несколько или достаточно много, то можно будет иметь очень подробную карту того, насколько чистый воздух в городе. Например, если это брать небольших городов, например, как Бурналу, в котором будем проводить мероприятия, это можно потом сделать следующим образом, что можно сделать вообще карту города, посмотреть, как это влияет, где есть хорошие зоны, например, да, для там, например, где можно погулять с ребенком, где более зеленые зоны, да, там, где парки и так далее, а где зоны, где не стоит совершенно там, например, гулять и так далее. Понятно, что, например, такой сервис будет очень востребован у тех, кто занимается недвижимостью, например, да, там, с задачей коммерческой недвижимости под офисом или, например, для жилого фонда, то есть можно будет найти, например, наиболее оптимальный вариант для жилья, исходя из того, насколько чистый воздух в округе. То есть уже вот начиная с таких мелочей, когда, да, например, один человек начинает делать какой-то прототип, который, ну, там, может измерять уровень воздуха загрязненности, да, то есть это может перерасти в достаточно большой проект, который позволит, например, что-то понять о своем городе, там, где он находится, да, и посмотреть, как это может влиять на другое развитие, там, других каких-то вещей. То есть, например, с одной стороны это, конечно, хорошо, но с другой стороны, опять же, это может привести к тому, что цены, например, на недвижимость в городе будут изменяться в большие стороны, там, например, где качество воздуха намного лучше. Это вот один такой пример, который действительно показывает, что просто начиная делать что-то на хакатоне, да, можно потом привести к это к чему-то большому. Причем это все сделано в открытом исходном коде, то есть вы можете зайти на сайт, вот там есть ссылочка, и это на гитхабе есть код, то есть вы можете это скачать, по сути, да, там есть инструкция, собрать примерно что-то такое же и посмотреть, как это работает у себя в городе. Поэтому это на самом деле очень здорово. То есть в основном мы стараемся сделать так, чтобы те проекты, которые, например, есть на наших хакатонах, они именно публиковались в открытом коде, чтобы другие люди или другие разработчики могли взять пример это или просто использовать, например, там у себя. Второй проект, по-моему, я его сюда не добавил, но я о нем сейчас быстренько расскажу. Да, расскажу. Значит, второй проект на этом хакатоне интересный был, это проект, который создал, есть такой браузер Layer, по-моему, называется, и это браузер дополненной реальности. То есть когда мы как-то через камеру смотрим, например, на мир, да, но там появляются метки на карте, например, но это выглядит как в реальности, да, то есть мы смотрим, допустим, как бы через камеру. И вот ребята сделали такой слой, который позволяет посмотреть, где вот эти точки сборья в городе. То есть вы, по сути, это смотрите на карту, а смотрите прямо вот непосредственно на, как бы, действительность. Единственное, что там есть некие сложности там с тем, что это должен быть хороший интернет и так далее, там подобное, но, тем не менее, это тоже очень здорово. В общем, вот эти два проекта были интересны, ну и, в принципе, все остальные тоже. Окей, переходим дальше. Так, сейчас быстро пролесну, вспомню, 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 да. Здесь я хотел сказать следующее вот этим слайдом, что понятно, что сейчас технологии развиваются достаточно быстро, и такое понятие, как умный дом, оно уже существует там, не первое десятилетие, то есть интернет вещей и так далее. То есть, по сути, все наши устройства соединяются в некую сеть, да, которую мы можем управлять, и вот эти вот устройства, они могут собирать информацию о том, что вокруг них, да, по сути. Поэтому даже если мы используем смартфоны, которые у каждого практически сейчас есть, то в этих смартфонах есть сенсоры, которые также могут собирать информацию вокруг вас. То есть, например, это, там, гироскоп, это акселерометр, то есть вы можете определять скорость движения и так далее, да. То есть если мы приследим еще какие-то вещи, небольшие вещи к вашему смартфону, то это уже будет полноценный какой-то сенсор, который будет измерять что-то важное, например, качество воздуха, температуру, влажность, загрязнение и так далее. И в двух столах просто хотел рассказать о проектах, который существует. Значит, первый проект, который мне очень нравится, так-так-так, да, называется «Лапка». Это проект от, по-моему, российских или из-за стран бывшего, там, советского пространства. А сейчас, ну, кстати, этот проект куплен на Airbnb. Это сервис, который позволяет снять квартиры в любой точке мира у жителей. И, по сути, этот проект очень классный тем, что, я имею в виду «Лапка», да, вот это ребята делают сенсоры, которые могут измерять вообще разные вещи. То есть, во-первых, они выглядят вот так, достаточно очень здорово, и это можно носить, там, не знаю, как брелок на ключах или как-то еще. Вот. И они позволяют измерять, там, не знаю, качество воздуха, качество еды. То есть, можно, например, в магазине, да, там, просто проверить, сколько там всяких запрещенных средств есть, например, во фруктах и так далее. И вот таких примеров достаточно много, да, вот, то есть, нужно понимать, что сейчас вы можете просто купить определенные какие-то вещи, там, к вашему смартфону подключить, да, и это будет работать, и вы потом можете сделать... Так, сейчас перелистну. Да, и потом вы можете вот прийти к этому. А что это такое? Это, например, карта. Карта загрязнения воздуха. То есть, когда с помощью большого количества таких устройств, которые есть, например, у вас, и приложений, вы можете вот эти данные загружать на общую карту, и потом можно посмотреть, будет, насколько, допустим, загрязнен воздух в той точке мира, например, который вас интересует. Вот, например, здесь есть карта загрязнения воздуха, проект китайский, на самом деле, какой-то, но тем не менее. В принципе, таких проектов, опять же, много. Это один из примеров. И здесь можно посмотреть, вот, например, загрязнение воздуха в любой точке, вот в Москве. Как мы видим, что достаточно нормальное пока качество. На четверг на 16 часов. То есть, это буквально на 2 часа назад данные. И, как мы видим, что тут, в принципе, есть места, где вот красненьким обозначен, то есть, качество воздуха плохое. То есть, опять же, хочу сказать вот о том, что, имея вот, например, просто ваш смартфон, имея какой-то сенсор, подключенный к нему, или просто смартфон, и объединяя вот все это в сеть, и с помощью краудсорсинга, то есть, когда очень большое-большое количество людей делают то же самое, вы можете собирать эти данные, визуализировать, таким образом предоставлять информацию более точную. То есть, опять же, например, сам просто пример привести, если у вас есть там некий сенсор, который измеряет температуру, допустим, и подключается к смартфону, и, например, если таких людей будет очень много, то информация о погоде будет намного точнее, чем сейчас есть, потому что, естественно, что та погода, та информация, которую мы видим на наших смартфонах, она показывает, там, ближайшую станцию, метеостанцию, скорее всего, вот, или прогноз, но не более точно. То есть, например, информация в тех местах, где есть какие-то природные катаклизмы, или где могут быть, там, не знаю, какие-то сильные дожди, наводнения и так далее, все это очень будет актуально. Так, хорошо, с этим, наверное, понятно. И парочку сервисов приложений посмотрим. Вот. Вот этот пример, мне кажется, он тоже очень показательный. Опять же, таких сервисов очень много. Это один из самых популярных. Это называется Маракуйя. И он позволяет этот проект в прямом смысле сажать деревья. И вы спросите, а при чем здесь технологии, да? А вот технологии при том, что вы это можете сделать с помощью своего смартфона, и вам совершенно не нужно никуда выходить и заниматься этим самостоятельно. Но если в том числе вы хотите это сделать, вы это можете сделать. Так вот, как это работает? Во-первых, этот проект, он международный в том смысле, что вы можете выбрать, в каком лесу, или где вы можете это сделать. Садить дерево или там несколько деревьев. Во-первых, проект направлен на то, чтобы восстанавливать леса, да? То есть, например, они как-то вырубают зоны, где уже поврежденные деревья. И с помощью вот таких пользователей, как вы, которые садят дерево, сажают новые саженцы. Это именно профессионал. То есть, этот клитор, который занимается этим, он знает, как это делается. То есть, вам не надо самостоятельно никуда доехать. Все, что вы делаете, вы вылетаете зону, оплачиваете, и вам поверение о том, что вот сажаются такие-то, такие-то деревья там-то, там-то, там-то. Это очень здорово. Вы можете, например, прийти и увидеть, что вот эти деревья, в кавычках, вами, но косвенно вами. И опять же, вы можете посмотреть, как это происходит. Как видите, там, выражают и там, на самом деле, перечисляют компании. Большие компании тоже в этом есть какие-то партнеры. И в том числе, например, там, если какие-то праздники, мероприятия и так далее, то вот подарить вот какой-то такой полезный, да. Не просто подарить какую-то раточку, какое-то доброе дело. И объединение тех людей, которые это делают, профессиональные пользователи, с помощью интернета, это стало... Вот в этом-то и суть. Да. Там есть другие, там, подобные сервисы, это посадили, дарили дерево. Опять же, концепции, в принципе, у всех одинаковые. Где-то можно, да, смотреть, что с ним происходит и так далее. То есть это такая достаточно интересная такая вещь, и это как игра, наверное, но это происходит реально. В играх, как вы знаете, там можно тоже это делать виртуально, но, в принципе, лучше вот играть в действительность. Так. сервисы, которые, в принципе, их очень тоже много. Это один из, как бы, во всех большинстве, наверное, европейских стран. И это, по сути, сервис, который позволяет вам взять незаконные свалки в городах и на природе. То есть вы можете его скачать, да, и, в принципе, мало что требуется, только если вы обращаете внимание на то, что есть где-то свалка. То есть вам ничего лично там делать не надо, вы просто берете, фотографируете этот факт, и там уже этот инфарь присылает. Так, меня слышно. И это является те органы, которые должны работать... Я не их решаю. По сути, это очень сильный на то, когда вы на дороге, вы фотографируете, да, с помощью приложения, и отсылаете это в вот что-то еще органы, которые ремонтируют. То есть информация не так работает, и потом это исправляется. То есть, опять же, от простого поняла, что требуется просто быть внимательным, да, и если вы загружаетесь в путешествовать, ходить в себя в городе, и вдруг, если вы что-то увидели в мусоре, как бы вас совершенно это не затруднит переработать, но в том числе оставить ваш город от мусора в будущем, когда, например, то свалку прикроет. Карта, этот проект, опять же, он один из немногих, ну, один мэп от Greenpeace и сработает на вашем мобильном устройстве в том числе. То есть здесь, в принципе, я вам расскажу, что это такое. То есть здесь вы можете найти какой-то точки города, вас интересует, и создать автор сырье. То есть это может быть пластик, батарейки, и тогда выбери, что ты хочешь сдать. И когда выбираете в городе, вы также можете посмотреть то, что рядом с вами. Соответственно, здесь не много достаточно многих городов России. Единственное, что в городе, где можно сдать что-то намного меньше. И как один проект, он встраивает. И постепенно, постепенно, мне кажется, будет наконец-то когда-то, например, полная карта информации по России. Здесь можно вот авантюром карты, это значит, что человек, который стал авантюром, он может авантюром, он может выстрелить места, например, в каком месте перестали принимать батарейки. Хочу раздельный сбор. В этом разделе перейдите на сайт, там есть информация, это дело в двух словах, нужно понимать, что объем сбора, его нужно сначала подготовить, нужно вообще знать о том, что нужно собирать, какие вещи можно сдать и вам понять, как это делается. Опять же, это как-то нет, единственное, что нужно понимать, то есть, какой тип пластика можно сдавать, какой нет, тогда. Сейчас следующий можно как-то дальше, да, сейчас вернусь, а второе из вас создает второе сырье, то куда? Мне интересно, просто, какими сервисами вы пользуетесь, если пользуетесь, то, что в принципе, большинство людей по своей работе, например, часто устанавливаются какие-то точки сбора, также это может быть и в магазинах, например, в больших гипермаркетах, да, там, например, вы можете сдать. Она шла рядом, отлично, когда рядом с домом есть, да, ну, окей. продвигаемся дальше. Значит, еще один пример приложения, который позволит делать все, начали разговаривать о том, вообще, войти в reuse, recycle, то вот это приложение позволит вам понять, что вообще стоит покупать, а что не стоит покупать. к сожалению, я почему-то не нашел или перестал работать проект российский такой, он назывался Green Hunter. Есть Good Guide, это меня как-то делает, он вам найти по штрих-коду рейтинг тех или иных продуктов или каких-то водовой химии и так далее, которые они Green Friendly, то есть, которые будут возможно их там переработать и так далее. То есть, работать очень просто, опять же, да, вы либо выбираете там раздел, который вас интересует, например, если вы покупаете продукты, это продукты, если бытовая химия, бытовая химия и так далее, да, если это косметика, то косметика, вот, и также можете просканировать, посмотреть рейтинги, то есть, по разным показателям и можно выстроить таким образом, в принципе, либо заменить свою там потребительскую корзину на те единицы, которые, например, здесь имеют хороший рейтинг. Возможно, что это даже практически не изменит стоимость, но тем не менее, вы таким образом сможете внести некий свой вклад в вопросы. Эти продукты с высоким рейтингом, они там, например, их можно перерабатывать, переиспользовать и так далее. И также просто, мне кажется, можно смотреть обзоры, посмотреть вообще, какие, например, товары стоит покупать, потому что они имеют хороший рейтинг. Но еще раз вот скажу, что был русский проект, российский Green Hunter, но он почему-то не открывается. Надеюсь, что он еще существует. Так. И вот, например, для меня актуальная тема это концентрация выбросов углекислого газа, СО2, да, то есть естественно, что самое большое, ну, то есть, что это производит, например, это при перелетах. И вот, например, на сайте Аэрофлота есть некий калькулятор, который позволяет вам, выбрав дальность полета, то есть просто откуда и куда вы летите, посмотреть количество выбросов СО2 и рассчитать на, ну, там, и то есть это количество получится, например, в килограммах, а его потом можно перевести в то, допустим, сколько вам нужно посолить деревьев, ну, допустим, условно говоря, чтобы выровнять вот этот баланс. То есть, вот, это очень хорошо работает вот с маракуйей, то есть вы можете, например, если вы организация, вы можете посчитать, например, сколько вы затрачиваете вот, как бы, времени и сколько вырабатывается там углекислого газа при ваших перелетах и потом посмотреть, что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию выровнять. И вообще, с точки зрения экологии, например, стоит, естественно, сокращать перемещение там, если вам есть возможность у вас, например, просто позвонить по скайпу какому-то вашему коллеге вместо того, чтобы ехать, да, то это намного экологичнее будет. Потому что вы, ну, понятно, что если вы пользуетесь там наземным транспортом городским, то это сложно будет просчитать, но в том числе, если вы используете автомобиль, то здесь, в принципе, закономерность прямая. То есть вот этот калькулятор просто откроет вам глаза на то, что на самом деле сколько там добавляется углекислого газа, а это, в свою очередь, очень там плохо отражается на озоновом слое. То есть при возможности, если там, ну, вы летаете, понятно, что вы не можете не летать, но тем не менее, тогда нужно это каким-то образом компенсировать. И, ну, просто я даже до этого не знал, что существует такой сервис, вот я посмотрел, и в принципе, по идее, у каждой крупной авиакомпании есть такой калькулятор. Можно даже есть некие рекомендации, потом, как вот это количество, например, углекислого газа перевести во что-то другое. так... еще одно приложение, это пример приложения, к сожалению, опять же, российский не нашел, показывает следующее, что опять же, вот с карбоновым выбросом, да, то есть с тем уровнем CO2, который мы производим, по сути, как его сокращать, да, то есть есть некие советы, которые будут о том, что делать, чтобы... да, то есть, вот, например, там, сократить количество еды в неделю, например, на один килограмм. То есть вот просто сократить количество еды, это уже как-то влияет. Как видите, следующий пункт, например, там, не используйте автомобиль один день в неделю, там, например, используйте велосипед, и так далее. То есть, если, например, вы зимой используете обогреватель, то попытайтесь, например, сделать температуру на один градус ниже, например, там, там у вас в квартире будет, допустим, 5 градусов, а 24, да, но это уже, опять же, сократит. То есть такие простые, но мы можем о них не помнить, а вот это приложение, оно будет вам напоминать о том, как это делается. Поэтому, возможно, ну, вот это приложение, оно имеет такой какой-то старый дизайн, возможно, есть более новые версии, либо более новые приложения, но работает это, как я понимаю, с помощью всплывающих поп-апов, да, напоминаний, когда в телефоне вы просто смотрите, вам, например, каждый день приходит какое-то напоминание или как задача, да, и вы можете ставить там выполнил, не выполнил. Вот опять же, очень хорошо выстраивает привычку и помогает вам делать какие-то правильные больше инструментов мы описываем, естественно, стараемся описывать и в том числе об экологии, у нас есть раздел природа, просто вот у нас новая версия на сайте выглядели таким образом, что есть вкладка инструмента, и теперь и приложения, гражданские приложения, и инструменты в разных типах они находятся именно здесь, то есть здесь можно посмотреть много чего интересного. И так как я уже вначале сказал, что у нас июль начинается, это тема экологии, мы будем много писать материалов, и у нас будет новый курируемый тег, экология, соответственно, там будет добавляться, и мы вообще соберем информацию о том, которая есть у нас на сайте, об этой тематике. Вот, и в том числе вот у нас будет хакатон, о котором я говорил, и мы обязательно, конечно, дополним там результатами, в том числе этот раздел. Вот, таким образом, просто и так вкратце просто что я хотел рассказать тем, что я сказал, что как бы делать изменения вообще в окружающей среде и бороться с каким-то проблемами возможно самостоятельно, не нужно ждать, что вас кто-то возьмет за руку и куда-то приведет, да, сейчас технологии развиваются очень быстро, и говорю, что вам достаточно, например, только либо мобильного устройства, либо мобильного устройства и сенсоров вместе, собранных, да, и это выглядит все достаточно просто, и вы можете установить там некие сенсоры, просто дома они вас будут измерять, наверное, как помните, раньше такие были метеостанции, условно говоря, электронные, вот, и это позволит вам вносить какой-то свой вклад вот в решение проблем, и вот правильные привычки по взаимодействию с, например, с мусором, с теми вещами, которые могут перерабатываться, также помогут, как бы, изменить окружающую среду вокруг вас. По сути, вот это то, что я хотел сказать вкратце. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу, и опять же, я сейчас перелистну, наверное, на ссылку на что? Артем спрашивает. Так, сейчас раздел природу. Ну, давайте прямо сейчас напишу, да. Зайдем на сайт. Инструменты. Туз. Природа. Так, вот ссылку на нашел. А здесь здесь, в принципе, собрано именно по приложениям. Вы также можете там выбрать фильтр инструментов. Просто посмотрите, я думаю, что будет полезно. Так, пять минут назад. Ну да, запись будет. Презентацию можете скачать. Я думаю, что, надеюсь, для себя что-нибудь интересное. Вот. И, естественно, еще раз про наш хакатон. Хочу все-таки призвать вас как-то поучаствовать в нем, даже если вы не живете в Барнауле, даже если вы далеко от него, даже если вы совершенно не знаете, как бы, что там происходит. Во-первых, будет прямая трансляция, как я уже говорил, вы можете подключиться. И можете посмотреть, на то, что будет делать, каким-то образом вы также можете поучаствовать. Так, еще давайте ссылку на сайт хакатона. Потому что там есть много чего интересного также про результаты прошлых хакатон, которые были в Иркутске. Так, отсылка. Все-таки вот в двух словах может быть кто-нибудь напишет, какие вы приложения используют в повседневном смартфоне, которые позволяют делать какие-то изменения. Либо, например, какие-то онлайн-сервисы. Вот на постоянной основе или какие-то пробовали. Есть такие? Вот мне кажется, квартавтор сырья вот, наверное, все знают, по сути. Так или иначе, использовали. Береги лес в Google-сервис, да. Вот, Recycle Map, да-да-да. Артем, а береги лес как использовали, что вы делали? Сейчас вам тоже ссылочку на нее скину. Погуглить тоже можете. Так, береги лес. Кстати, приложение береги лес, я смотрю, что не обновлялось с конца прошлого года, к сожалению. надеюсь, что проект хорошо функционирует. про пожары. про пожары это вообще отдельная тема, но это скорее чрезвычайная ситуация, я здесь не рассматривал, потому что чрезвычайная ситуация несколько другое, да. Но Георгий Потапов, да, мы знакомы, и как бы буквально недавно проходил уже вот хакатон тоже про вот тематику пожаров, чрезвычайных ситуаций, и было много чего интересного. Проект Космос, Ниньки, по которому можно определять так или иначе там сгорание. Да, это тоже интересная тема. Но в повседневной жизни я там, не знаю, кто-нибудь сдает в торсырье, либо там как-то в магазинах хотя бы не используют пакеты, бумажные пакеты. Есть такие? Артем все делает, все сдает. Отлично. Ну, в общем, как вы видите, что надо начинать с малого, а для этого нужно просто установить пару приложений и просто посмотреть, как другие делают, и в этом ничего сложного нет. Мне кажется, сделать первый шаг самый сложный, а дальше уже будет намного проще. И вот да, там еще раз я перелисну вот на эту картиночку. Нет, не на эту. Так, 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 так. Вот на эту. В общем, мне кажется, чтобы вот это вот запомнилось обязательно, да, вот эти вот три слова. Это reduce, reuse, recycle. Мне кажется, вот с этого и нужно начинать. Так, в общем, если нет вопросов, то, в принципе, можно заканчивать. Да, конечно, можно. Минь, да, да, да. Продолжение следует...